В очередной серии продуктовой ревизии мы решили начать уже готовиться к зиме и выбрать капусту для засолки. Помогать сегодня в этом мне будет Максим Черевиченко, шеф-повар. Максим, добрый день. Добрый. Максим, какую капусту нужно выбрать, когда мы говорим о засолке? Ну, самое главное, чтобы она была белокочанная капуста или слава, или белорусская. У белокочанной капусты от 4% уже есть сахара. И она, как бы, выходит очень, ну, для квашения. И в ней очень много витаминов, которые также подходят для беременных, и которые сидят там на белковом питании, там, с мясом она подходит очень хорошо. Я думаю, надо пройтись по продуктовым рядам и действительно подобрать капусту, которая для этого подошла бы. Да, и самое главное, чтобы она была для засолки не менее 1 кг. А вот мельче уже они не подойдут. Ну что, вперед? Вперед. Можно капусту потрогать, чтобы она была упругая. Вот видите, она даже похрустывает немножко. Качанчик у нас. Качерыжечка хорошая. 8 кг, но она не плотная. Должна быть прям такая вот упругая, чтобы она отжимала. Качерыжечка не, ну, была беленького цвета, не гнилая, не какая там. Просто как бы спелая, хорошая капуста. Ну, температура хранения при засолке там хранится капуста от 0 до 2 градусов, до минус 2 градусов. Вот эта вот капуста уже у нас не подойдет для засолки. Так вот уже кочерыжечка у нас с гнилыми такими... Такими вкраплениями, да? Вкраплениями, да. И как бы листики уже, у меня есть, потемневшие. Вот. Ну, как бы капуста, она, да, вот она вот, видите, она вот твердая. Самое главное, капусту на... Да, квасить ее, нарубать по 5 миллиметров где-то так вот. И тогда она сохранит все свои полезные качества и свойства. И сохранится дома. Вот она, наша большая белокочанная капуста. Не знаем, конечно, сортная. Может, она белорусская, может, слава, но, видите, уже здесь. Как бы это может повредить нам и, может быть, и отравление дуть. Самое лучшее, это когда ты делаешь осолку из капусты, из которой только сняли ее. Она лежала у нас там в день, в ват. Ну, вот такая вот капусточка, видите, какая она у нас? Маленькая, мягенькая, уже подмороженная. С нашим сибирским осенним морозом. Смотрите, видите, она уже с пятнами такими, желтыми, подмороженными. Вот такую капусту не стоит покупать. Для осолки капусты нам наверняка потребуются еще овощи. Да, нам потребуются, конечно, овощи-то, морковь. Чтобы капуста дала цвет, ее можно натереть на терочке, когда закупать мы будем ее. Она даст цвет. Ну, а если хотите, чтобы осталась белая у вас капуста, то просто морковочку нашинкуем немножечко. Морковочка, ну, как бы она хороша, не повреждений, никаких трещин нет. Что ж, готовьтесь к зиме, солите капусту и подавайте ее на стол с луком, с клюпой и брусникой. И смотрите «Утро на ЕСЕ».